Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем по традиции проведем технико-экономические вебинары. В начале это будет азбука Skyway, то есть это самое начало погружения в проект Skyway. И мы рады приветствовать всех на борту, кто только присоединяется к нам на наш международный экономический, технологический ковчег и так далее. И из этого вебинара и следующего, естественно, вы поймете, почему действительно проект Skyway это то, чего сотни тысяч людей сегодня ожидают и почему все так ожидают конца ноября, когда произойдет то, что многие люди, которые присоединились к проекту Skyway более двух с половиной лет назад, в числе первопроходцев по схеме народного финансирования, действительно в числе первых начали развивать этот проект. И честь и хвала всем этим людям, я также нахожусь в числе них, честь и хвала тем, кто развивает проект Skyway уже более 16 лет, как Сергей Анатольевич Собиряков, уже более 8 лет, как Виктор Игоревич Бабурин и, естественно, уже более 39 лет, как Анатолий Эдуардович Юницкий. И, дорогие друзья, я могу сказать, что все происходит вовремя и даже сегодня мы затронем и тему выборов в США, никто не ожидал результатов выборов в США. Это также, я могу сказать, что на руку или нет покажет время проекту Skyway, именно результаты выборов в США, но я могу сказать, что никто не ожидал и это действительно какое-то, так сказать, чудо, неожиданное абсолютно. Но чудес мы не делаем, дорогие друзья, и то, что развивается с помощью схемы народного финансирования уже более, фактически, двух с половиной лет, уже три года скоро будет. Вот, собственно, немного времени осталось ожидать, когда мы действительно сможем сказать, что схема народного финансирования, дорогие друзья, работает, и что проект Skyway, несмотря на то, что, допустим, даже Россия ожидала долгое время заключать или не заключать первые инвестиционные соглашения по инициации адресных проектов, Даже это случилось на прошлой неделе, и я могу сказать, дорогие друзья, что действительно проектом Skyway будут заинтересованы 99% населения земного шара. Почему? Потому что попросту технологии Skyway будут пользоваться, технологии Skyway будут использовать. И так же, как сегодня все мы с вами пользуемся интернет, так же, как все мы с вами сегодня пользуемся средствами телекоммуникации, рынком и огромным обилием мира интернет вещей, то есть, что такое мир интернет вещей, это то, что дает вам возможность общаться посредством различных цифровых сигналов с помощью Wi-Fi, чуть ли не с вашими чайниками, стиральными машинками и так далее. А представьте, что не за горами, дорогие друзья, уже как практикующий футуролог я вам могу сказать, что не за горами то время, когда с помощью своего смартфона вы будете не просто смотреть расписание, как вы сегодня можете посмотреть по расписанию, к примеру, авиатранспорта, заказать билет, но вы будете планировать свой распорядок и транспорт будет приезжать, именно транспорт второго уровня, как мы позиционируем, именно технология Skyway, именно Unibus и Unibike в то время, когда вам это нужно. И поверьте мне, что уйма времени, которое сегодня тратится впустую, будет использоваться только по назначению и только для того, чтобы улучшать качество жизни пользователя и вообще человека. И вы не представляете, насколько проект Skyway изменит всю мировую реальность. И давайте посмотрим, насколько изменился мир вообще за предыдущие 10 лет. Он изменился совершенно колоссально. И даже сегодня уже многие корпорации, цифровые гиганты, так скажем, компьютерные гиганты, говорят о том, что даже закон Муры сейчас не то, что нарушается, но подходит к завершению. Это увеличение количества транзисторов на интегральной микросхеме. То есть раньше мощности росли, а сейчас не растет объем, допустим, вот этих транзисторных микросхем, как мы в компьютерах видим, а наоборот идет сокращение. Наоборот, используется максимальная плотность. И, соответственно, в перемещении, дорогие друзья, я могу сказать, что в перемещении также мы наблюдаем и ожидаем не революцию, но эволюцию. Эволюцию на транспорт второго уровня, эволюцию на перемещение над землей без каких-либо препятствий, без каких-либо ограничений, без каких-либо пробок. И я прошу, пожалуйста, те, кто присутствует первый раз, так как в первую очередь азбука Skyway направлена для тех людей, кто только погружается в проект Skyway. Отметьте плюсиками, если вы присутствуете в первый раз, либо проголосуйте, потому что эти вебинары мы до сих пор продолжаем. И многие удивляются, зачем мы продолжаем вебинары для тех, кто только начинает свой проект, свое развитие в проекте Skyway. И вообще вот смысл сейчас давать информацию для новичков, когда такое обилие новостей. И мы сегодня обязательно ответим на все вопросы. Будут у нас также и тролли, и засланцы. То есть мы к этому абсолютно привыкли. И, дорогие друзья, тролли, засланцы – это ничто по сравнению с тем, что ожидает каждую уважающую себя корпорацию в развитии на мировом рынке. И тролли, конкуренты наши в чатах, они не сравнятся с теми маркетинговыми войнами, которые ожидают. Потому что действительно проект Skyway теоретически может занять огромную часть транспортного рынка ближайшего будущего, дорогие друзья. И сегодня очень мало решений, которые позволят говорить тому, что мы сможем действительно догнать время, догнать информацию по скорости перемещения. И человек сможет перемещаться скоростями в начале до 150 км в час над пробками, над фурами, которые сегодня загрязняют окружающую среду, которые сегодня значительно уменьшают скорость трафика. Вот я очень много сейчас езжу по долгу Skyway по Европе и вижу, насколько это огромная проблема и насколько люди будут счастливы. И уже сегодня голосуют, так скажем, евро, голосуют долларом за то, чтобы действительно появилось решение, способное убрать все эти фуры с трасс, которые загружены именно этими тяжелыми подвижными составами, которые портят дорогу. И если в России, допустим, у нас определенный бизнес есть по поводу ремонта дорог, то Европе я этого не могу сказать. Там все поставлено действительно на рельсы, а давайте поставим на струнные рельсы и переместим весь транспорт, весь пассажир и грузопоток на второй уровень. И так как, допустим, авиатранспорт за несколько всего лишь минут расходует сотни тонн, а даже иногда тысячи тонн топлива и, соответственно, это колоссальные затраты, дорогие друзья. Те корпорации, которые будут способны с помощью применения транспорта второго уровня сэкономить десятки миллионов долларов за всего лишь неделю, к примеру, естественно, выберут применение и формирование адресных проектов по направлению транспортно-логистических перевозок, которые на сегодняшний день выполняют автомобили, железнодорожные составы и авиатранспорт. Но все началось, дорогие друзья, еще много-много лет назад, так скажем, и более 30 лет скоро будет юбилей развития технологии Skyway. И нам не нужно отмечать этот юбилей, потому что самый главный праздник для нас произойдет в конце ноября, когда будет происходить технический прогон именно применения технологии. Это не какая-то фееричная презентация, как любят делать наши любимые сподвижники в сфере транспорта второго уровня, например, Hyperloop. Я поговорю об их презентации обязательно на самой высокой точке Бурж-Халифы на расширенном технико-экономическом вебинаре. И мы сравним то, что было сделано компанией Hyperloop, то, что было сформировано еще с концепции Илона Маска, когда он заявил, что да, пожалуйста, каждый может сейчас пуститься в гонку в развитии транспорта в вакуумной трубе. Но, дорогие друзья, самое интересное, что транспорт в вакуумной трубе придумал инженер, технический специалист высокого уровня, академик и действительно гений нашего времени Анатолий Эдуардович Юницкий. И в первую очередь это действительно великий инженер. Это Леонардо да Винчи нашего времени. Все мы помним, насколько мощным инженером являлся Леонардо да Винчи, сколько изобретений он сделал. И Анатолий Эдуардович Юницкий на советском пространстве сделал поток изобретений. Более ста изобретений были запатентованы, а сколько еще было не запатентовано, но использовались так или иначе. Это сотни миллионов советских на тот момент рублей. То есть, насколько я помню, один советский рубль, он был даже выше доллара по курсу. И, соответственно, представьте, какую прибыль нес потенциал тех изобретений, которые внедрял Анатолий Эдуардович Юницкий. Еще в конце 80-х годов, когда на международной конференции по неракетной индустриализации и освоению ближнего космоса Анатолий Эдуардович представил концепцию общепланетного транспортного средства, можно сказать, тогда была сформирована концепция, о которой только три года назад заговорил Илон Маск. Это перемещение в вакуумной трубе, это перемещение при высоких скоростях. Но на тот момент это было, дорогие друзья, только составляющей огромного инженерного серьезного сооружения общепланетного транспортного средства, к которому мы обязательно вернемся, дорогие друзья. Так как именно в том числе ради этого создается и внедряется и будут построены миллионы километров дорог по всему миру струнного транспорта для того, чтобы создать то решение, которое позволит вынести промышленность в открытый космос, которое позволит лечить озоновые дыры, буквально их штопать, действительно их нивелировать абсолютно. Действительно, управлять погодой, то, что сегодня делается с помощью нетрадиционных, нарушающих экологию способов, то есть распыления различных веществ и так далее. Как говорил Целковский, что Земля – это колыбель, и это действительно планета, наш дом. Анатолий Эдуардович и все мы, сподвижники, последователи инженерной технической школы Анатолия Эдуардовича, можем сказать, что в первую очередь нужно стремиться не куда-то на Марс, как опять же спозиционировал Илон Маск, но очистить от загрязнений и улучшить экологию, избежать такого порока, как сегодняшние наши загрязненные мегаполисы, как Токио, как Мумбаи и так далее, где смог слишком много времени находиться как над всем городом, так и в легких жителей, и действительно сделать то, что было сделано и ранее. Представьте, если бы сейчас не перерабатывалась бы нефть, и также продолжалось бы выливаться в виде непереработанного продукта в наши реки и озера, как было во времена еще до Рокфеллера. И, естественно, сейчас была бы экологическая катастрофа. Так вот, каждый технологический уклад, дорогие друзья, сопровождается теми гениями своего времени, которые меняют этот технологический уклад на новый. И если сегодня мы живем в пятом технологическом укладе, это век цифровых хай-тек технологий, то сейчас мы постепенно вступаем в век скай-тек технологий. То есть это технологии второго уровня, это струнные технологии, это небесные технологии, если говорить про название. И переломным этапом было знакомство Сергея Анатольевича Сибирякова с Лебедем Александром Ивановичем. Это случайное знакомство. И сегодня мы можем сказать, дорогие друзья, что случайности в нашем проекте не случайны. И, скорее всего, не случайно было выбрано название именно Skyway, то есть небесная дорога. Потому что действительно нам что-то помогает свыше. И в тот момент, после того, как Анатолий Эдуардович сквозь огонь, не в воду и медные трубы, действительно прошел, и прошел многие двери чиновников, многие двери академиков, ученых, которые не поддерживали технологию. И в 2000-х произошла переломная точка, когда, убедив Лебедя Александра Ивановича в том, что струнная технология теоретически может вывести Российскую Федерацию в лидеры, действительно, государство, развивающее с экономическим опережением всех остальных стран, и Лебедя Александр Иванович, будучи рассудительным и выверенным, четко рассуждающим человеком, понял эту концепцию, понял, насколько масштабные бизнесы несут даже русские озера, как Байкал, как Онежское озеро, как Таймыр. И буквально через несколько недель был выделен первый транш на строительство Московской области в городе Озеры первого технопарка. С 2001 по 2009 год этот объект просуществовал, и даже была проведена презентация господину Морозову, это на тот момент один из губернаторов, также Российской Федерации, и, соответственно, была донесена информация Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Дмитрий Анатольевич, на тот момент, являясь президентом, ее абсолютно принял, также понял, осознал на своем уровне. И было даже запланировано выделение в районе 1 миллиарда рублей на развитие технологии SkyWay. Но произошло чудо, отрицательное чудо, сейчас у нас происходит больше положительных моментов. Но на тот момент можно сказать, что действительно это также сыграло на руку развитие проекта SkyWay. А именно уничтожение неизвестными лицами, просто под ноль, с применением спецтехники, разрушение опор, которые были выстроены для демонстрации, для технического прогона на тот момент струнной технологии в виде применения путевой структуры. А ведь совершенно скоро и буквально через считанные недели состоится технический прогон уже не только путевой структуры, но и подвижных составов. Подвижных составов действительно четвертого поколения. Это в прошлом ОСТАЮ. Сейчас это уже не просто струнные технологии Юницкого, это SkyWay. И даже вот этот ЗИЛ был совершенно недавно найден и обязательно будет установлен в музее SkyWay. И, соответственно, это дань истории, дорогие друзья. И можно сказать, что это послужило опорной точкой также для начала развития совершенно иной схемы построения корпорации. Это сетевое построение корпорации. Это начало краудинвестинга, дорогие друзья. Началось это в 2013 году. Я, честно признаюсь, еще об этом проекте еще и не знал. Узнал я о нем в конце 2013 года. Присоединился активно уже в самом начале 2014 года. И, соответственно, могу сказать, что это было одно из самых серьезных решений тех людей, которые присоединились в самом начале, потому что были самые лучшие условия, самые лучшие венчурные премии за риск тех людей, которые начали развивать проект. И дисконт достигал 1 к 1000, 1 к 1500. Сейчас это 1 к 300. Оцените разницу и подумайте, насколько более выгодными были те условия. И это оправдано, дорогие друзья. Потому что тогда не было еще сформировано научно-производственно-конструкторское предприятие, которое сейчас занимает более четырех этажей. Есть производственная площадка на производственной и строительной базе бывших специалистов ЕО-мобиле. И, соответственно, сегодня действительно более 200 высокого уровня профессионалов работают над созданием уже в реальном масштабе, в реальном действии, в движении технологии Skyway. Это городской пассажирский транспорт и это легкий прогулочный транспорт. Грузовой транспорт также сейчас реализуется в строительстве. И высокоскоростной транспорт даже, дорогие друзья, сейчас также. Все, как в бизнес-плане написано, вы можете посмотреть на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого. Ресурсы обязательно дам. Все идет запараллельно, как это планировалось и, собственно, так оно и реализуется. Стоит обратить внимание, дорогие друзья, что легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт появился в виде концепции давно в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но, естественно, каждое изобретение выходит на свет и рождается при необходимости применения на рынке. И, соответственно, как только была показана потребность, это чуть более 7 месяцев назад была показана потребность, что, да, действительно, рынок нуждается не только в городском пассажирском транспорте, не только в высокоскоростном пассажирском транспорте, но и в нечто среднем между ними легком прогулочном индивидуальном также спортивно-экскурсионном транспорте. Это не просто игрушка, дорогие друзья. Это огромнейший потенциал. Это примерно такой же потенциал, как сравнить сегодня современные персональные компьютеры. И если, допустим, 5 лет назад первый телефон мой был с частотой 1 ГГц, то 2 года назад до появления у меня этого телефона у меня был достаточно современный компьютер, также с частотой 1 ГГц. Это я привожу в сравнение, дорогие друзья. То, чтобы вам не казалось, что легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт – это какая-то игрушка, это какой-то аттракцион. Мы позиционируем, что он будет так же, как сегодня используются смартфоны, такое же огромное количество людей будет использовать наши юнибайки. С помощью мускульной силы в юнибайках вы сможете запитать количество необходимой вам энергии с помощью обычного кручения педалей. Более того, сейчас идет усовершенствование. Вы можете различными упражнениями на различные группы мышц при вашем желании. Если вы желаете дополнительно самостоятельно запитывать аккумулятор, только лишь благодаря кручению педалей вы сможете запитать на 1,5 кВт, что хватит вам на свободный ход до 100 км со скоростью 60 км в час. И, соответственно, стандартная скорость передвижения максимально возможная для юнибайков будет 150 км в час. Но тут, естественно, нужно будет еще использовать и дополнительную энергию, которая будет идти непосредственно от самого аккумулятора. И почему, дорогие друзья, сегодня уже фактически более 600 тысяч людей по всему миру? На самом деле нужно подбить статистику, потому что мы увеличиваемся к геометрической прогрессии по количеству сподвижников, которые на сегодня поддерживают проект Skyway. Я думаю, что скоро цифра тех людей, которые просто зарегистрировались, просто поддержали проект Skyway, увеличится и до миллиона. Потом это будет 2 миллиона, 5 миллионов. Это будет развиваться в геометрической прогрессии, дорогие друзья. Попомните мои слова. И действительно, все эти люди выражают согласие участвовать в создании транспорта абсолютно безопасного, комфортного и скоростного в передвижении. И сегодня ни один транспорт не может похвастаться теми техническими характеристиками, теми характеристиками потребления топлива, энергии, эксплуатационных, строительных затрат. Нет такого транспорта, дорогие друзья. Поэтому сегодня великолепная возможность для тех, кто присоединяется к проекту Skyway, поценить по всем критериям и характеристикам наш проект и решить для себя, хотите ли вы быть совладельцем данной корпорации и быть совладельцем, дольщиком головной компании, которая будет ходить в виде определенного процента во все адресные проекты по всему миру. Задумайтесь хотя бы на минутку, что теоретически была бы возможность участвовать в той компании, которая оценила бы интеллектуальную собственность потенциального рынка интернет, который сегодня составляет где-то треть мировой экономики и, соответственно, вам бы предложили стать совладельцем этой компании. То есть каждый оптоволоконный кабель, который входил бы, независимо, это многоэтажка, независимо, это сеть по целым мегаполисам, целым странам, городам, либо просто запитывание сетью Wi-Fi и вообще возможности проведения интернета в удаленную деревушку, это все был бы рынок совладельцем, которого вы бы также являлись на ту или иную долю в зависимости от своей инвестиции. Вот сегодня вам действительно великолепное предложение, дорогие друзья, услышать и понять то, что технически, фактически идеальная технология, обладающая коэффициентами аэродинамического сопротивления, намного лучше, чем Mercedes GLC Coupe, это 0.22 коэффициент аэродинамического сопротивления, намного эффективнее, естественно, чем Bugatti Veron, это 0.43 и, соответственно, вообще вот коэффициент полезного действия, колеса максимально эффективны только при перемещении сталь по стали. На втором уровне аэродинамика увеличивается сразу в два раза, что позволяет говорить нам о таких затратах топлива, как 100 грамм топлива на пассажира, как, допустим, чуть больше 10 киловатт на 80 местный подвижной состав или 70 местный, как сегодняшний Icarus, это как 0.35 литров на затраты 100 километров пути, перемещаясь в юнибайке и, соответственно, примерно 1.3, 1.5 литра, это при перемещении уже более серьезных подвижных составов. Таких характеристик, дорогие друзья, сегодня просто нет. И если кому-то кажется футуристичным этот транспорт, то для нас футуристичным сегодня не кажется, а мы знаем, как этого достичь, даже общепланетное транспортное средство, потому что есть этапы движения к этому направлению. То есть вначале сейчас будет произведен технический прогон. Это не какая-то суперпрезентация, демонстрация, это именно испытание, что является самым главным для технологии. Вначале это будет легкий прогулочный подвижной состав типа юнибайк, городской пассажирский типа юнибус. И по струне вы видите вот то, что сердцевина, это стальные проволоки, предварительно напряженные, растянутые, закрепленные на концах анкерных опор. Поэтому идеально ровная поверхность пути, никаких стыков, швов, соединений и так далее. То, что провоцировало бы какие-либо деформации, вибрации и так далее и тому подобное. Огромная долговечность срока службы. То есть вы можете сравнить с мостами, с вантовыми, висячими. То есть это фактически века стоят моста. Ну а то, что вот наполнение бетоном, я могу сказать, что это значительно уменьшит шумовой эффект. И даже сама головка рельса, она абсолютно инновационная. То, что противосходная система также будет при перемещении стального колеса по стальному рельсу, также может говорить о том, что даже краном нельзя будет снять при усилии наш подвижной состав. Но все это, дорогие друзья, великолепно, замечательно. Из технических характеристиках я могу говорить много, долго и упорно, часами. И все это не имело бы никакого смысла, если бы сейчас мы не показали бы те результаты, которые имеем именно по строительству. Давайте взглянем, буквально вернемся в прошлое. То, что было, например, 23 апреля. Если говорить, с чего все началось, вот, пожалуйста, я могу сказать, что 26 и 29 июня был заключен договор аренды. 12 августа заложена капсула времени. И вы видите, фактически 31 августа. С 31 на 1 был вырыт первый котлован под первую анкерную опору. И переместимся уже на 23 апреля на наш экофест, когда зимой уже установлены промежуточные опоры. И, соответственно, уже можно сказать, что видны очертания. И не просто очертания, а конкретный вектор и конкретное создание, следуя планам и следуя чертежам, которые были построены, были созданы по экотехнопарку. Действительно, все развивается абсолютно последовательно и по планам. 4 мая, и я хотел бы, чтобы вы запомнили несколько буквально дат, то есть это 20 июнь, даже числа не нужно запоминать, июнь 2015 договор аренды. 1 сентября это, соответственно, начало строительства. И вы видите, что 19 мая, уже вот в мае, можно сказать, запараллельно началось строительство легкой прогулочной трассы. Это не просто легкая прогулочная трасса, дорогие друзья, это использование универсальной путевой структуры и для городского пассажирского транспорта, способного заменить воздушное метро, способного организовать тот потенциал пассажиропотока, который сегодня, допустим, создает московское метро. И с помощью всего лишь нескольких линий, действительно, решить эту задачу подобного пассажиропотока. И вы видите, эти опоры абсолютно простые в монтаже, но являющиеся также ноу-хау и не более массивные, чем обычные фонарные столбы. Я бы сказал, если кто-то будет спрашивать, о каким образом это все вписать в городскую среду, в каким образом это все вписать в наши современные мегаполисы. Дорогие друзья, действительно, гениальные и виртуозные решения предлагает инженер Юницкий, допустим, ввиду высотных опор, на которых мы останавливались на прошлых вебинарах, которые в виде просто высоких столбов и в виде натягивания уже на этих опорах струнной путевой структуры. То есть, естественно, в начале будет основание для струнной путевой структуры на этих опорах. И далее с пролетом до 5 километров возможно строительство, очень быстрое строительство, буквально, если минимум говорить, 1 километр в сутки. Если, соответственно, будет 2 отряда идти, то это 2 километра в сутки, возможно, если будут идти друг навстречу другу. И что хотелось бы сказать, дорогие друзья, то, что также буквально в июле началось создание параллельной уже и городской пассажирской грузовой трассы, грузовой струнной эстакады SkyWay. То есть, уже фактически в июле ведется запараллельное строительство трех направлений. Даже четырех направлений, потому что на производственной площадке также создаются в тот момент фермы эстакады высокоскоростной трассы, совмещенной с городской пассажирской трассой. И сегодня мы можем видеть, что действительно запараллельно ведутся работы по четырем направлениям. Это городская пассажирская трасса, это высокоскоростная трасса, это легкий прогулочный транспорт, это грузовая транспортная, это транспортно-разгрузочные, транспортно-погрузочно-разгрузочные модули, это конвейерный тип перевозок и так далее и тому подобное. Это то, в чем сегодня нуждается рынок, дорогие друзья. И самым главным доказательством я обязательно сброшу вам дополненную и законченную на сегодняшний момент, на сегодняшнюю стадию презентацию по строительству. Потому что это действительно является самым мощным аргументом. Не те технические характеристики, которые являются уже фактически аксиомой. И даже Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию вначале перспективной, затем инновационной. То есть технические риски, фактически, как и декларировалось, отсутствуют теоретически и практически они будут продемонстрированы. Их отсутствие будет продемонстрировано уже, соответственно, в конце ноября. Когда произойдет демонстрация и технологический, технический прогон в неподвижном состоянии, наши модули, наши машины, мирового образца, мирового качества, уже были продемонстрированы в Берлине, уже были продемонстрированы в Минске. Также после начала демонстрации на Мариной горке в Экотехнопарке, где наши подвижные составы уже будут в постоянном режиме функционировать и ездить, так скажем. 30 ноября также планируется выставка на международной транспортной выставке «Транспорт России», где наш стенд будет находиться недалеко и буквально совсем рядом с Министерством транспорта Российской Федерации. Россия на сегодняшний момент, можно сказать, услышала, и мы получили первый отклик о том, что технология Skyway действительно необходима. Об этом говорит событие, которое мы вам осветили на прошлом вебинаре. Пожалуйста, посмотрите записи. Также вот основные ресурсы я сброшу, можно будет посмотреть записи всех вебинаров. Это я говорю о инвестиционном соглашении с Челябинской областью, с представителями администрации Челябинской области. И, соответственно, это, дорогие друзья, первое соглашение с российской губернией в новейшей истории Skyway, в новейшей истории с начала развития краудинвестинга. И если кто-то не верит, что мы действительно продемонстрируем, дорогие друзья, то, что декларируем, то вы можете не верить. Вы можете подождать даже, например, до уже демонстрации высокоскоростного подвижного состава. Но кто поверил, кто присоединился, либо на ранних этапах, либо сейчас, я думаю, это абсолютно правильное решение, потому что технических рисков нет, но финансовые риски мы убираем фактически каждый день, каждый час, потому что все большее количество людей интересуется этой технологией, и все большее количество людей инвестирует в эту технологию, что позволяет нам идти строго по планам и представлять вот такие вот виртуозные сооружения. Кому-то покажется, это просто два столба, но вы не представляете, насколько это рассчитанная конструкция с помощью сопротивления материалов, такой вот науки замечательной, теоретической механики. И все здесь учтено. На расширенном технико-экономическом вебинаре мы посмотрим, что же происходит у наших также неконкурентов, я бы не называл конкурентами, но также других технологий, которые развиваются в сфере транспорта второго уровня. Это Hyperloop, это разновидность подвижных составов Waterloop, которые были продемонстрированы. Но что было продемонстрировано и в каком виде, полный ли подвижной состав, об этом я расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре. А сейчас, дорогие друзья, я передаю слово тому человеку, который действительно более 16 лет уже развивает технологию SkyWay. Абсолютно честно, искренне и открыто помогает Анатолию Эдуардовичу Юницкому. И так тому и быть, видимо, потому что Сергей Анатольевич Собиряков действительно привнес очень много в развитие технологии. И много опорных моментов произошло именно благодаря Сергею Анатольевичу Собирякову. Спасибо, Алексей. Ну тут можно просто единственное сказать, что если представлять роль и вклад, и вообще участие, то просто мне повезло, и я в нужное время, в нужном месте оказался в проекте, на пути проекта. Вот, то есть 16 апреля 2000 года ко мне пришел Анатольевич Юницкий, вот, как чиновнику предложил тогда рассмотреть концепт. Вот, а так как я занимался тогда первым созданием венчурным фондом, он назывался фонд президентских программ, вот, это при Ельцине, которые финансировали ряд олигархов, и я много работал с изобретателями, с инженерами. Вот, то, тот проект, который принес Анатольевич, естественно, он мне показался очень интересным, и я могу сказать, что с этих пор, вот, я в проекте и не на, наверное, не на один месяц, не на один день я от него не отходил, вот, потому что это действительно очень значимо, очень захватывает, очень, особенно когда вникаешь и понимаешь технические стороны, вот. Ну и дальше, друзья, за это время действительно было что посмотреть, было что увидеть, было в чем убедиться, уж кого как не у меня, и было время разобраться, увидеть оппонентов, те, которые высказывали всевозможные претензии или скепсис по поводу того, когда строили первый полигон в озерах, потом, когда испытывали, потом, когда на уровне проводили коллегию Минтранса и Мин МПС, Министерство путей сообщения совместно с Инженерной академией в озерах, совместную коллегию и Академик Егоров, то есть такой очень известный инженер, очень известный такой, именно мостовик, вот, когда он говорил, что, Анатолий Давыдович, ну, ну, тогда, я не верю, что вы сможете дешево заанкировать такие напряжения внутри рельса, которые проходят, вы сделаете, вот это сооружение будет очень сложным, технически дорогостоящим, не очень, очень непростым в исполнении, вот, на что Юницкий сказал, что, это вот я сейчас отвечаю на многие вопросы, что, уважаемый руководитель Александр Евгеньевич, вы увидите, вы не переживайте, то есть я вам просто гарантирую, что вы это увидите. В прошествии где-то пяти месяцев, когда действительно была построена путевая структура, и ЗИЛ, который бегал по проводам на фоне облаков и дал название технологии Skyway, действительно, и опять была следующая коллегия, и все увидели это решение, то Академик Егоров просто встал и в зале аплодировал стоя, он сказал, что Юницкий, ты гениальный инженер. Но, как вы думаете, он что после этого сказал, что я сторонник Skyway, я поддерживаю? Нет, он сказал, это у вас первые 180 метров, как только вы натянете первый километр, у вас пойдут скорости, вибрации, это все будет разрушаться, то есть это все равно работать не будет. На что Виктор Иванович сказал, что, уважаемый академик, вы это увидите, все будет работать. Но, к сожалению, это уже в 2001 году, 2000-2001 году не успели показать, потому что Александр Иванович Лебедь к тому времени, к сожалению, погиб, а он активно поддерживал, толкал этот проект именно с точки зрения продвижения финансирования. Начались другие времена, появились другие партнеры, это все оттянулось на некоторое время, а потом закончилось тем, что в 2010-2011 году после демонстрации для президента Медведева этот полигон был ликвидирован неизвестными лицами по неизвестным причинам после коллегии Госсовета по поддержке инноваций в сфере транспорта, на которой губернатор Морозов, Сергей Морозов, это губернатор Ульяновской области, представил этот проект. После этого, друзья, началась новая стадия, и сейчас она находится в другой ипостаси, она находится в другой стадии развития. Сейчас даже нельзя сравнивать или нельзя говорить то, что было в 2000-м году, в 2009-м, в 2010-м, потому что сегодня проект идет совсем другой логикой развития. И здесь я вспоминаю разговор, у нас был последний в 2012-м году, когда была последняя попытка отработать с очередным стратегическим инвестором, олигархом, сейчас я могу уже назвать, то есть я его обычно не называл, потому что это руководитель группы компании Мортон, Александр Ручьев, который на тот момент был крупнейшим застройщиком в Подмосковье, строил очень много. Ему нужно было просто, чтобы из тех муравейников, которые он настроил под Москвой, увозить людей через МКАД, нужны были большие пролеты, нужен был дешевый транспорт. И он обратился к нам, нашел через меня Анатолия Дварьевича, мы год почти вели переговоры, создали совместную компанию, начали уже собирать конструкторов, но, как это бывает всегда, и было не раз с такого рода деятелями, хотя за него поручались очень уважаемые люди, что он не будет нарушать своих обязательств. В первой же подписании договора Ручьев изменил, соответственно, свои условия по взаимодействию, и Юницкий прекратил взаимодействие с Мортоном, а Ручьев, купив технологию Ашбан, это легкого подвесного метро под Москвой, начал строить опытную трассу, и год назад они довели ее до какой-то полуготового состояния, и сейчас я езжу мимо нее почти каждый день, она здесь, за Красногорском, между Красногорском и Москвой, там участок земли, ее дальше бросили, и это никому не нужное сооружение, как-нибудь мы вам покажем все эти фотографии, что здесь делается, и как с точки зрения сравнения конкуренции. Туда были вложены государственные деньги, потому что административные ресурсы Ручьева были очень высокие, были вложены деньги самого Мортона, но это к результату никакому не привело, потратили они очень серьезные деньги, которые, вот, то самое, вот, поэтому здесь это вот то, что уже прошло сейчас на наших глазах, и после этого Юницкий произнес очень такую для меня значимую фразу, которой я тогда не придал значения, как он говорит, вот, если я инженер, я смог проектировать систему, которая не имеет аналогов, которая находится на острие всей технической мысли, почему я не могу сконструировать финансовую систему, которая сможет это профинансировать. И спустя некоторое время он предложил механизм краудинвестинга, то есть оценки интеллектуальной собственности, внесение в уставной капитал, выпуск под нее именно обязательств компании, которые есть, и привлечение народного финансирования для того, чтобы запустить проект. Я не сразу оценил этот проект, этот ход, я думал, что это все-таки краудинвестинг, это больше MLM, это больше связано с хайпами и пирамидами, вот, и потому что примеров на тот момент финансирования крупного научного проекта за счет краудинвестинга еще не было. К тому времени занимался Илон Маск запуском своего проекта, X-Space и Hyperloop, то есть к тому времени этот проект уже набирал обороты, но больше все-таки Илон Маск делал пиар-компанию, а так как он заработал очень серьезные деньги на именно финансовых инструментах, финансовый рынок, он больше вкладывал деньги оттуда. Вот, соответственно, примеров финансирования краудинвестинга такого проекта на тот момент еще не существовало. и пошли на этот путь, и сейчас я могу сказать, что по тем результатам, которые сейчас есть, то, что демонстрируется, то, что делается, какими темпами развивается проект, и на каком стадии он сейчас находится, то, друзья, я могу сказать, что те цели и задачи, которые составились три года назад, они выполнены и перевыполнены. Тут вот один неуемный, который вот Дмитрий, который сейчас все пишет опять в очередной раз, показывая, начиная уже хвататься за слова, сказали в октябре, а показываете в ноябре, то есть у вас на целый месяц. То есть транспортная система, которая меняет вообще облик цивилизации, и три года назад было продекларировано, и год назад начато строительство, а теперь на месяц сдвинули, видите, срок. И начинает вопрос, что вот вы обещали то, а не это. Понимаете, это, друзья, вот как раз так и хочется сказать, а какую цель вопроса, в которую вы ставите? Или сказать, что мы балаболы? Нет, мы не балаболы. А цель, которая сейчас ставится, это просто внести какую-то сумятицу. И почему я вот сейчас в комментариях написал, что мы идем с опережения сроков, потому что год назад, когда я начинал, предполагалось показать только один элемент трассы, то есть высокоскоростной, которая будет соединена с городской системой подвесной. Это фермы, которые сейчас монтируются. А буквально полгода назад Юницкий принял решение еще ввести одну систему для демонстрации. Это легкий городской и Юнибайки. Она сейчас уже через три недели будет готова. При этом монтаж путевой структуры для скоростного разгонного участка и городского, он все равно монтируется. Но при этом, друзья, там сейчас одновременно монтируется еще четыре трассы. Еще четыре. То есть одновременно идет сейчас показ по разным направлениям. Почему Юницкий принял это решение? Потому что финансирование идет, потому что компания развивается. И сейчас уже надо показывать не только один элемент транспортной системы, а можно одновременно делать и легкую городскую, которая аналог воздушного метро и Юнибайки. Это и контейнерные перевозки, и большие переходы. И это 50 миллионов тонн руды и контейнеры грузов. То есть это уже через три недели будет показать. Можно сейчас продолжать монтаж скоростной системы. И на следующий год будет построено 17 километров, которые даст скорость уже. Ну, 500 километров в следующем году не будет, но 200-300 километров в следующем году уже будет. Это уже предел, друзья, для скоростного движения. Параллельно монтируется грузовая схема на 200 миллионов тонн. И это, друзья, все одновременно. И когда некоторые вот такие умники начинают говорить, вы нас месяц сдвинули, ничего, друзья, что идет одновременно четыре направления. А речь шла о том, что в октябре будет подемонстрирован только один. Поэтому, друзья, сейчас я могу сказать, что это никакие не сдвиги по срокам. А вот здесь вот очень правильно Петр написал о том, что, друзья, венчурный проект такого плана, и сказать, что сдвижка на три недели, о которой мы говорили, это сдвиг всех сроков. Но, друзья, могу признать, мы вас обманули. Мы вас нещадно обманули. Мы сдвинули сроки на три недели демонстрации мировой системы. Ну, простите нас за это. Поэтому, друзья, это, конечно, юмор. Но мы как раз вот таким вот болтунам, нам-то есть что ответить. Нам есть ответить нашей работой. И в следующем наше это у нас... Помните, мы запустили процесс по активизации троллей, а так как приближается демонстрация, и у них сейчас их злость и все остальное начинает лезть из ушей, поэтому очень много происходит сейчас событий. И на этой неделе произошло очень много чего интересного. Мы это с вами тоже пообсуждаем, проанализируем. Но здесь, друзья, для тех, кто как раз только входит в проект, только услышал, и когда пытаются внести, что вот вы обещали одно, а делаете другое, вот я комментирую. Но самое главное, друзья, что никто никогда не может поставить упрек Юницкому, и я это могу подтвердить за 16 лет, которые я работаю вместе с ним, о том, что он что-то говорит и не делает. То есть, когда говорили и о запуске полигона и путевой структуре в озерах, и он за 9 месяцев спроектировал, сделал, построил. Да, там тоже были сдвижки по срокам, там тоже три раза сдвигали срок, там тоже переносили презентацию, когда должен был приехать Александр Иванович Лебедь, вот, несколько раз сдвигали, это тоже, друзья, были и скандалы, и так далее. Но на все есть объективные причины, и все эти объективные причины были связаны только с одним. Николай, раскройте интригу, куда летал Юницкий в понедельник. Слушайте, ну разведка работает. У нас как бы было четко сказано, что вообще эта поездка, она несколько такой имеет закрытый характер, и Юницкий с Бабуриным действительно сейчас в командировке. Я не могу сказать, где и как, и куда, но откуда идет информация, просто это либо уже вызывает опасения по поводу утечки информации, либо, так сказать, давайте, друзья, об этом поговорим на следующем, на следующем вебинаре. Но вообще, это кто написал по поводу, а, Юницкий сам говорил, что улетает, ну так да ладно, значит, он сам как бы приоткрыл вопрос о том, что, ну то есть, ну вообще это у меня, я с ним вчера вечером разговаривал, вот, когда обсуждали план сегодняшнего вебинара. Вот, поэтому очень серьезно сейчас ведут переговоры, и заканчивая эту тему, могу сказать, что я, честно говоря, уже путаю сейчас в названиях странных континентов, куда летает Виктор Бабурин, он вообще живет сейчас в самолете, и он мне каждый раз звонит, я теперь сейчас задаю вопрос, Виктор, а ты сейчас откуда? Вот, и вот он в очередной раз улетел, то есть он должен был лететь в Индию, потом это переигралось, он полетел. Вот это сейчас они с Юницким возвращаются, вот на этой неделе. Тоже с переговорами. Это, друзья, говорит о том, что процесс идет и идет и идет очень активно. И на сегодняшний момент, ну давайте мы это на следующий перенесем вебинар, потому что это как раз к разговору о определенных там обязательствах и обвинениях, которые сейчас идут. Пару самолетов покупают... Да нет, Олег, самолетов, собственно, сейчас уже никто не покупает. Вполне сейчас, вполне комфортное, регулярное сообщение. Вот, и самолет вообще это не самое, то, что выматывает. Больше всего выматывает в поездках, это смена часовых поясов и гостиницы, которые в разных часовых поясах. Вот это, конечно, выматывает очень сильно, когда ты завтракаешь в одном часовом поясе, обедаешь в другом, ужинаешь в третьем. И это постоянно в режиме недосыпа и смены поясов. Вот это, конечно, очень сильно влияет на это. А так, самолеты, друзья, как раз сейчас... Я знаю очень многих сейчас олигархов, наших партнеров, которые, наоборот, имея личные самолеты... Вот у нас есть один партнер, мы о нем рассказывали, мы с ним летали летом на Экотехнопарк, на его самолет. Так вот он этот самолет сдал сейчас в аренду в Америке, а сам летает бизнес-классом. Но это потому, что это удобнее. Вот, поэтому это другой вопрос. Вот, поэтому... Так, ну, что, друзья, значит, тему, которую мы сейчас затронули по демонстрации, это все говорит о том, что, друзья, мы подходим к очень серьезному этапу, очень серьезному вопросу и серьезному тому, что мы можем ответить за то, что мы сделали. Как я уже говорил, что Юницкий всегда говорил и делает. И в этот раз, друзья, вот как бы мы с ним иногда сидим, ну, разговариваем, когда вечером, особенно после такого рабочего дня, понимаете, он всегда с такой некой досадой, что, друзья, мы говорим больше, чем надо. Мы показываем больше, чем надо. Ведь какая была бы радость, друзья, вы поверьте нам, что если бы мы не говорили о том, что мы готовим в октябре или в ноябре демонстрацию или показ, а мы бы все сделали, испытали, а потом бы устроили красивое шоу, пригласили и сделали вау-фурор, понимаете. Конечно, это было бы и приятнее, и надежнее, и спокойнее. Но, друзья, мы с вами работаем в логике краудинвестинга. У нас каждый день вот такой вот Дмитрий, а таких сегодня Дмитриев, там, 500 тысяч человек, которые ждут результат, которые надеются, и мы вынуждены всегда декларировать и показывать вперед. Друзья, вы не представляете, какая это ответственность. Потому что для того, чтобы машины поехали в Берлин, все конструкторское бюро 4 месяца работало, друзья, круглосуточно. Еще раз повторюсь, круглосуточно. Это 24 часа в сутки, включая субботу, воскресенье. И мы этих ребят всех знаем, мы с конструкторами, когда с Алексеем, с теми, кто работает, с проектировщиками, мы с ними снимали определенные там ролики, определенные именно подготовки к 29 ноября, там, почти сутки, ну там, почти тоже там всю ночь. Увидите интереснейшие, сняли репортажи, вы увидите просто такой прорыв с точки зрения представления технологии Skyway. Вот, так вот, ребята нам рассказывали, в каком и как режиме они работали. Там был каждый час на счету, там было рассчитано графики, все. И когда в Берлин привезли две действующие модели, это произвело впечатление особенно на специалистов. И мы говорили, что у нас родилась такая шутка, когда вице-президент Сименса спросил, за сколько вы сделали машины, их сделали за 4 месяца, Виктор сказал, если бы за 6 все равно, он говорит, ну за год. И он все равно не поверил. То есть мы смеялись, друзья, для того, чтобы нас не назвали врунами, приходится врать о сроках производства. Ну и второе, когда он сказал, что демонстрируем один пролет, 400 метров, 400 метров, друзья, одним проходом, и будет туда легкая трасса идти с 18 опорами через 40 метров, а обратно возвращаться 200, 400-200. Друзья, аналогов такой системы ни в одной транспортной системе быть не может. А когда Виктор еще сказал, что мы готовим 800 метров на следующий год, а потом полтора километра, ну здесь, друзья, все комментарии у всех специалистов просто проходят. Поэтому сейчас, почему было принято решение несколько отодвинуть на второй план монтаж фермы, скоростной фермы, разгонной, потому что сегодня наиболее важно показать уже готовую, законченную систему для городских провод, для контейнерных перевозок, то, что сегодня уже востребовано, и то, что можно делать пролетами 200-400, а потом 800 и полтора километра. Так вот, 400 метров будет показано, друзья, через три недели. 400 метров. Это уже не имеющие аналогов сегодня в мире. А сейчас уже проектируется и закладывается изготовление тоже 800 метров, а следующим этапом будет полтора. Ну, друзья, наша традиционная фраза, те, кто получил исчерпывающую информацию и принял решение не быть с проектом, мы с вами прощаемся, друзья. Ну, а с теми, кто дальше, кто движется в проекте, кому интересная информация, вот, у нас сегодня будет несколько такой, ну, как, к сожалению, уже ставший традиционно это, как мы его называем, злой вебинар, вот, то есть, надо определенным силам отвечать и делать, вот, но я рад, что вы с нами, поэтому мы с вами увидимся через несколько минут после определенного репортажа. И, подведя чертог уже, и подводя именно вывод под футурологию, которой мы сейчас с Алексеем активно и занимаемся, и показываем, то надо привыкнуть к мысли, что за последние 15 лет мир изменился до неузнаваемости, изменился радикально. Так вот, друзья, то, что мы сегодня делаем, то, что мы сегодня представляем, и то, что мы сегодня показываем, это изменит мир еще более радикально и именно в лучшую сторону, именно в сторону более комфортного проживания, более цивилизованного, более счастливого. Поэтому, друзья, все, кто хочет с нами, оставайтесь с нами, до встречи буквально через несколько минут. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как мы вам уже сообщали с Анатолием Эдуардовичем в одном из последних репортажей из Экотехнопарка. До испытаний подвижного состава остались не недели, а дни. Так вот, сообщаем, что эти испытания уже успешно проводятся, но обо всем по порядку, и лучше всего об этом поведает, естественно, генеральный конструктор SkyWay Анатолий Эдуардович Юницкий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Вы правы, действительно, не один день уже идут испытания, тестовые. Естественно, но то, что поедет колесо по рельсу, было понятно уже всем. Не могли бы вы рассказать, что именно мы здесь испытываем? Ну, не забывайте, что у нас колесо необычное, рельс необычный, поэтому многие не верят, что поедет. Но прежде чем проводить испытания на тестовых участках, мы должны испытать ходовую тележку для того, чтобы смоделировать разгон, торможение, потом позиционирование. Мы ведь позиционировать должны на станциях с мощностью до 10 миллиметров, чтобы дверь-дверь открыть. Какие ускорения? Есть ли нужное сцепление с рельсом? Не проскальзывает ли колесо при разгоне? Ну, естественно, шумы. Ну, мы всякие присутствуем. Тут идет полным ходом работа и слышно, да? И слышен шум небольшой от нашей дороги. Ну, потому что мы смоделировали дорогу, но эта дорога не настоящая, не струнная. Здесь обычно стальная балка выполнена в виде фермы. И я вспоминаю эти старые фермы, мне очень нравятся советские, когда там какая-нибудь целина. Вот зовут на обед, там, доярок, трактористов. В рельс постучали по рельсу и за три километра слышно, побежали на обед, да? И мы знаем, как железнодорога слышна. Она слышна на километре, за километром. А здесь шум, на самом деле, небольшой. Но в нашем вот модели нашей дороги нет бетона, причем бетона специального. Ну, и здесь он не нужен. И мы, который, собственно, будет гасить шумы, потому что за счет сил внутреннего трения бетон гасит весь депозон колебаний и шумов. От ультразвука до ультразвука. И мы тоже здесь меряем шум, сколько децибел, что потом можно было сравнить с шумом на дороге, где нет пустотелых конструкций, а они заполнены будут специальным бетоном. И вот эти все испытания мы проводим уже не один день, чтобы потом тележку, она полностью здесь, она не смоделирована, это настоящая ходовая тележка. Если я правильно понимаю, это та тележка, которая стояла в юнибайке, которую достали для того, чтобы довести перед тем, как поступит и юнибайк, и юнибус на ходовые испытания, полноценные в экотехнопарке. Потому что мы сделали не макет юнибайка, а промышленный образец со всей начинкой, с ходовой частью, естественно, с рамой и так далее, несущей. Так вот, ходовая часть, несущая рама, и все, что на ней размещено, там и аккумуляторы, накопители энергии, которых хватает, например, на день испытаний, на целый день. Там до 200 километров может потом на аккумуляторах юнибайк проехать. Похоже на поточный накопитель из фильма «Назад в будущее». Ну, что, Наташа. Так, тут инвертор стоит, тут стоят и элементы, которые обеспечивают микроклимат в салоне. У нас же салон термолегулированный, и там комфорт создается не только нужными температурными режимами, но и чистой, свежей воздух должно быть. Поэтому там должны быть, соответственно, фильтры стоят, вентиляторы, обогреватели, кондиционирование должно быть. Это тоже все размещено на ходовой тележке. Ну, и, естественно, система автоматического управления, она тоже размещена на ходовой тележке, сама система. и силовая рама, ходовая часть с подвеской. То есть это все то, что является, собственно, сердцем любого транспортного средства, и в любое каком числе. И мы вот это сердце испытываем вот здесь отдельно от организма. Скоро мы соеднем в одно целое, и вот это целое мы уже планируем в середине ноября поставить на ходовые испытания в Экотехнопарке. Спасибо большое. Я так понимаю, что вот этими испытаниями мы ответили на происки всех недругов, критиков проекта. Чувствуете ли вы, что уже утерли всем им нос? Или только подходите к этому ощущению? Ну, можно все равно сказать, что это из фанеры сделано. Надо, наверное, подойти, подключать голову. А звук наложен? А звук наложен, конечно. А это вообще фонд, на самом деле. Ведь все, что угодно, можно говорить, но мы реально делаем, реально работаем, реально даем результаты, и ведь это вот все, вот я сам, как вот я сумел это организовать. За год. Там был танковый полигон, там ямы были глубиной 2 метра. Вы же помните, бурьян, как мы там деревья рубили, кусты, да, облагоражили территорию. Это было год назад все. Благородному делу Господь Бог помогает. Конечно. И сейчас, смотрите, уже две машины целиком готовы. Уже первая тестовая трасса будет готова. Потом, буквально, через пару месяцев будет вторая, где-то через 3-4 месяца, третья. Где уже, и мы еще другой подвижный состав готовим, кто на этого. у нас есть еще другой тип городского, я пока не буду говорить детали, он будет в виде небольшого поезда, так. И грузовые юнитраки, мы тоже уже приступили к изготовлению, рабочая документация уже есть, для того, чтобы возить цепучие и штучные и жидкие грузы. Анатолий Эдуардович, хотелось бы также спросить, а насколько приближены к оптимальным или к естественным условия проведения эксперимента? Ведь поскольку ездит одна ходовая часть или тележка без самого юнибайка, там распределение веса и прочие характеристики, учитываются ли? Безусловно, учтены эти характеристики, это не просто пустая тележка, ну, ходовая часть, здесь моделированы и нагрузка от корпуса юнибайка и пассажиров. Поэтому эта тележка нагружена еще нагрузкой 500 килограмм. Она подвешена от нагрузки. Поэтому здесь не смоделируем только габариты и, допустим, парусность или ветровая нагрузка. Ну, это мы уже там смоделируем в экотехнопарке. А все массовые, инерционные вот эти характеристики, они здесь соблюдены. То есть самое главное мы проводим, скажем так, в тепличных, в идеальных, в удобных для работы и условиях в цеху нашего опытного экспериментального производства. И, по большому счету, если все успешно пройдет здесь, это будет практически, ну, как я понимаю, процентов на 90 гарантии, что все точно так же пройдет и в экотехнопарке. На 100% гарантии, какие 90. Здесь смоделировано все. Ну, не смоделировано только, допустим, погодные условия. Ну, если двигатель автомобиля работает на стенде, наверное, под капотом он тоже будет работать. Поэтому у нас будет свой капот. Мы же оденем потом корпус, защиту от дождя, от ветра, от снега. И там, внутри, в этом пространстве там будут тепличные условия для оборудования такого же, как в цехе. Спасибо большое. Откройте самую страшную тайну Skyway. Кто будет первым пассажиром в юнибайке? Никто. А я слышал, что ваши коты... Нет, нет, Дело в том, что до сертификации это запрещено. Не, ну, я не говорю. Нарушение будет. После сертификации, тогда? Ну, после, да. Нет, после я должен быть я первым. Я должен стать под дорогой первым, чтобы показать, не упало, не обрушилось. И я должен сесть первым, чтобы быть уверен, что не погибнут люди, которые там будут двигать. Это я должен быть. Вы настоящий капитан. Спасибо вам. Я переполняем всякими чувствами, все исключительно позитивные. Прежде, чем мы завершим репортаж, скажите еще то, что вы хотите, но я почему-то об этом вас еще не спросил. Ну, и что еще важно, мы стоим в нашем цехе. Испытания идут в нашем цехе. на нашем заводе. Мы находимся в цехах опытного производства Юнибус, опытно-экспериментального производства Юнибус. Мы, я не имею в виду заострованные технологии себя, потому что совладельцами всего-то являются наши инвесторы, акционеры, которые прибыли долю в общем бизнесе, технологии. Они тоже совладельцы. И это очень важно, потому что совсем недавно у нас ничего этого не было. И мы буквально на коленке все делали. Сейчас нет у нас серьезного производства, оснащенное достойным оборудованием, которое мы сейчас это производство расширяем. Мы приобретаем очень серьезное оборудование сейчас, потому что мы намечены уже скоро перейти к мелкосерийному производству. от одиночного производства, от мелкой серии, а потом уже и крупной серии, потому что у нас много сейчас потенциальных заказчиков, которые уже в ближайшее время будут приезжать к нам, готовы приехать, чтобы ознакомиться с нашим производством. И оценить, способны ли мы изготовить подвижной состав и путевую структуру для реализации адресного проекта в ряде стран. Я не буду называть эти страны, их около десятка. Но вы скоро в одну из этих стран едете, насколько я знаю. Да, буквально в понедельник. Но прежде, чем мы начнем осуществлять все эти адресные проекты, как я понимаю, мы должны еще пройти сертификацию. И это начнется в Экотехнопарке. Не могли бы вы по срокам сориентировать, потому что все наши партнеры очень интересуются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok